В управление Федеральной миграционной службы России с наступлением определенного возраста приходится обращаться к каждому человеку, чтобы получить или поменять паспорт. И уже в паспорте проставляется штамп регистрации, месте проживания гражданина. Раньше этот штамп именовался пропиской, сегодня это слово все чаще заменяется словом регистрация. О том, какая бывает регистрация, с какими проблемами сталкиваются работники ОФМС при оформлении предварительных документов, рассказывает Ольга Аркадьевна Черкина, специалист-эксперт Вяземского отделения ОФМС. Ну, как слово прописка, оно, конечно, уже давно исчезло, потому что сейчас уже идет регистрация и снятие с регистрационного учета. По поводу регистрации хочу отметить то, что, конечно, законы новые, я работаю по регламенту. Регистрация бывает постоянная и временная. Постоянная регистрация, значит, она несет свои функции, где человек должен прийти, принести, например, по частному сектору домовую книгу, документ обязательный на дом, что является основанием. Это свидетельство из рекпалаты, договор купли-продажи, договор наследства, договор социального найма, ну и остальные бланочки те, которые необходимы человеку для прописки, то есть для регистрации. Я требую очень четко заполнения этих бланочков. Всегда говорю, пишите четко, разборчиво, чтобы было все понятно. В основном забывают люди писать, например, область, город Вязьма, несоответствие идет по пунктам. Требования также к заполнению данных паспорта, где надо написать четко серию и номер, дату выдачи паспорта. Особые требования, конечно, к молодежи. Например, даже вот по отчеству написать, например, как Владимирович, пишут с мягким знаком. Иной раз даже свою фамилию правильно написать не могут. Например, где нужна буква А, они пишут букву О. Спрашивают, а почему так? А, да, так написал, не знаю, не соображая, просто так. Ну, конечно, приходится на это тратить очень много времени. Приносят им мою книжку, приносят эти листочки по обмену. Ну, вообще заполнены настолько неграмотно, что приходится ему давать лишний листочек. Можно сказать, даже иной раз диктую по слогам, чтобы он написал. Нужно ли сниматься с постоянного регистрационного учета в случае, если человек долгое продолжительное время работает в другом городе, в другой области? Если человек прописан у нас по городу Вязьмы или Вязьмскому району постоянно, и если человек надумал по месту работы выехать куда-то, ну, в другой, например, район, допустим, как Сафонова, Ярцево, Смоленск, да, ему с постоянной регистрацией сниматься не обязательно. Он приезжает на новое место жительства, обращается, значит, в ЖЭК или миграционную службу, где он может временно по месту пребывания зарегистрироваться. И такой вопрос. Почему является обязательным получение паспорта в 14 лет? Какие возникают проблемы у детей и родителей в связи с отсутствием у ребенка паспорта? Обязательно в 14 лет идет получение паспорта. Например, если родители выезжают с ребенком до 14 лет, то, конечно, чтобы на свидетельстве о рождении на обороте или вкладыш был, или на обороте проставлялся штамп о гражданстве, потому что очень большие проблемы потом возникают у них там во время поездки, особенно по Украине. Информация о том, какие санкции применяются гражданам, своевременно не поменявшим паспорт, либо не оформивших своевременно постоянную регистрацию, о том, какие документы нужны для регистрации, получения или обмена паспорта, вывешено на стендах в коридорах управления, и любой гражданин может подробно ознакомиться с этой информацией. Субтитры создавал DimaTorzok